В предыдущем видеоролике мы разбирали мифических животных, криптит, и рассуждали о том, что могло стоять за этими мифами на самом деле. Остановились мы на гигантских морских тварях, с них же и продолжим этот выпуск. Вы на темных страницах книги животных, а я, Антоний, вместе с вами их листаю. Трунко, или рыба-белый медведь. Еще одна мифическая морская... Существование данного криптида можно объяснять неизвестным науке большим морским животным, но также и проблемами со зрением у впечатлительных малограмотных очевидцев. Это морская хрень? Впервые была замечена у берегов Южной Африки в 1924 году. Люди засвидетельствовали Трунко во время битвы с касатками. Звучит эпично, чего не скажешь о его внешнем виде. Рыбоподобное существо, покрытое длинной белой шерстью. Все же слышали о шерстяной форели? Все же слышали? Форель с пухом. Месье, вы шутите? Сальма трута деморфила. Такой укол. Такая же мягкая, как горностай. Но какое животное из известных нам могло сойти за Трунко? Высказывались смелые догадки, что то был огромный представитель сирен. Группы, родственные слонам, кстати. Но сирены не покрыты шерстью и едва ли достигают таких размеров, чтобы устроить зарубу с двумя касатками. Во всяком случае, из всех ныне живущих видов. Предполагалось также, что бой с китами-убийцами принял гигантский южный морской слон-альбинос. Но и тот тоже без шерсти. И сама по себе эта догадка звучит более чем бредово. А вообще, если верить некоторым рисункам, сделанным по описанию, наталкиваешься на еще более невероятное предположение. Выкухаль? В начале 20 века в Южной Африке у очевидцев Трунко могло не оказаться под рукой биноклей, а у кого-то было и вовсе слабое зрение. За эпичную битву Крептида с касатками они могли принять вполне бытовую, дурно пахнущую ситуацию из жизни морских животных. Разлагающиеся и пожеванные остатки тушек кита, которые игриво доедают касатки. Не дай бог до такого кому-то оголодать. В общем, наша Трунко оказалась глобстером. Пстер или Боб. Неопознанная органическая субстанция, выбрасываемая прибоем на берега морей и океанов. Некоторые считают это останками и доказательствами существования Трунко. Глобстер лишился своего Крептидного статуса и не потому, что представляет из себя массу мертвой органической субстанции. Это как раз никого не смущало. Глобстеры находили на побережьях разных точек света. Взяв пробу фрагментов кусочков одного из них на анализ ДНК, ученые установили принадлежность глобстеров к китам. Видите ли, высвободившийся китовый жир разлагающейся туши приобретает такую странную волокнистую структуру, напомнившую гомосапиенсам шерсть морского Крептида, описанного выше. Но не только китовый жир может быть глобстером. Прочие образцы представляли из себя обезображенные и подгнившие трупы больших акул. Например, той же китовой. В общем, глобстер это всегда что-то мертвое и отвратительное. Даже название у него блевотное. Некоторые очевидцы уверяли, что разглядели в глобстере и множество плавников, и щупалец, и глаз, и костей. Интересно даже, какие образы разглядывают эти люди в облачках? Накупались. Пора вылазить на сушу. В своих фантазиях мы переносимся на континент с, пожалуй, одной из самых странных на Земле фаун. Австралия. Колыбель разнообразных странных и диковинных животин. Согласно фольклору австралийских аборигенов, болота и стоячие водоемы могут быть прибежищем бунипа, местного ужаса. Если сублимировать описание зверя, то мы получим лютого моржа с удлиненной бульдожьей мордой. Невероятная странь. Кто-то разглядывал на монстре подобие ласт, а кто-то и длинную шею и усы. Облик бунипа постоянно эволюционировал. Неизменно было только одно. Слава Крептида исключительно дурная. Бунип охотится на гомо-сапиенсов, причем в основном на женщин и детей, подстерегая невнимательных особей у водоемов. Я пью женщин и детей, потому что я красавчик. Впрочем, тут ничего фантастичного и удивительного. Многие продвинутые звери знают, что большую опасность представляют самцы гомо-сапиенсов, а женщины и дети – легкая добыча. Ну, не все, конечно. Несмотря на то, что некоторые криптозоологи продолжают в него верить, ученые предположили, что прототипом бунипа мог быть дипротодон – гигантский сумчатый зверь, напоминающий вомбота на максималках. Правда, дипротодон был абсолютно травоядным и погубили его в конце плистоцена вероятнее всего отсутствие страха к человеку и неумение быстро бегать. Тела Калео больше подходят на роль бунипа, потому что являлся хищником. Тела Калео, по сути, представляют из себя хищную коалу, которая примерила на себя роль льва в Австралии. Его оружие – мощные резцы, а не клыки, как у всех нормальных хищников, и огромные когти на первых пальцах передних лап. Печаль истории тела Калео в том, что он не выдержал конкуренции с гомо-сапиенсом в умении истреблять дипротодонов. Массовые вымирания любых мегафаун, любых континентов связаны с приходом туда человека. Помните об этом и не смейте отрицать. Впрочем, бунип может быть лишь сказкой, чтобы пугать непослушных детей. А миф об этом криптиде питали случаи нападений на людей-гребнистых крокодилов. Сложно будет разглядеть какую-то неведомую зверюгу, которая выскакивает на тебя из воды. Не будем задерживаться долго в Австралии, сюда мы еще вернемся. Сообщения о криптидах, известных многочисленными убийствами людей, встречаются и в других частях света. Живоданский зверь пожевал больше сотни человек в течение трех лет в конце 18-го столетия на севере французского графства Живодан. Природа его до сих пор загадка. Выжившие после встречи со зверюгой люди описывали его как огромное волкоподобное существо с длинным хвостом и темной полосой шерсти вдоль хребта. Любопытно то, что нападал зверь прыжком, стараясь схватить жертву за голову или шею, раздирая тело когтистыми лапами, что свойственно кошачьим, но никак не псовым. Высказывались разные предположения, кем мог являться зверь. Волк, гиена, гибрид волка и собаки, или же сбежавший из зверинца леопард, ягуар, тигр, молодой лев или даже некий гибрид этих кошек. Описание очевидцев вводили охотников в ступор. Многие также считали, что неизвестное животное было специально надрессировано на убийство неким злодеем, так как рядом со следами предполагаемого зверя видели человеческие следы. В общем, сложно судить о животном по таким свидетельствам. У страха глаза велики, да и образ зверя сильно раздувала пресса. О живоданском звере есть фильм 2001 года французского режиссера Кристофа Гана под названием «Братство волка». Посмотрите, кто не смотрел. «Эль Чупакабрас» или просто «Чупакабра». Его название дословно на русский будет переводиться как «сосущий коз». Козасос. Первые сообщения о Чупакабре поступали из Мексики и юга США. Позже свидетельства поступали и из России, и Украины. Некое животное терроризировало фермеров, убивая домашний скот. Волк, койот, пума, американские главные хищники и частенько совершают набеги на фермы. Но эти звери уносят свою добычу. Трупы жертв Чупакабры оставались лежать на месте. На тушках несчастных скотинок оставалась единственная небольшая ранка на шее, и отсутствовали какие-либо признаки сильной борьбы. Жертвы были полностью обескровлены. Гематофагия, или просто вампиризм, свойственен немногим хищникам. Самый яркий пример – летучая мышь-вампир. Но она небольших размеров, и жертв своих не убивает. Неизвестно, какая из существующих тварей вот так могла убивать скот. Так какое животное могло стоять за мифом о Чупакабре? Те свидетели, кому таки удавалось застать Чупакабру на месте преступления, описывали, как существо, способное передвигаться на двух конечностях, лишенное шерсти, с некими шипами на спине и огромными красными глазами. Многие криптозоологи и уфологи уверены в инопланетном происхождении Чупакабры. Якобы монстрятина – это питомец пришельцев, которые выпускают Чупакабру на прогулку и с целью добычи образцов земных животинок. Фантастическая крепота. Пока мы работали над этим видео, я так и не нашел убедительных снимков жертв Чупакабры. Вероятнее всего, мы имеем дело, опять же, с преувеличением напуганных фермеров, хотя, возможно, они приукрашали истории нарочно. Чего греха таить, в детстве я сам готов был поверить в эти небылицы. Однако, Чупакабр таки нашли. Сначала трупик, а потом гомосапиенсам попались и живые экземпляры. Это были облысевшие бродячие собаки. Или койоты. Ну, скорее, больше, наверное, собаки. А как все красиво начиналось. Но если даже допустить, что фантастические улики Чупакабры реальны, разве могут бродячие облысевшие псины выпивать кровь своих жертв, оставляя тела нетронутыми? Существуют сведения об еще более невероятных криптидах. Человек-мотылек, джерсийский дьявол, доверский демон. И о них я не буду рассказывать в этом выпуске. Оставим место наиболее-менее фантастичным животным и постараемся правдоподобно объяснить их маловероятное существование. Очень смешно. Скунсовая обезьяна прославилась своей вонью. Что можно понять из ее названия. Вообще, этот криптит – флоридский аналог снежного человека. Очевидцы, хотя, скорее, оченюхцы. Или, как назвать, тех, кто познал запах этого криптопримата. В общем, поговаривают, что амбре скунсовой обезьяны похожа на смесь запаха скунса и мокрой псины и поражает обонятельные рецепторы всех живых существ в радиусе нескольких метров. Очевидцы скунсовой обезьяны утверждают, что криптит напоминает орангутана ростом до 180 см, покрытого темно-бурой шерстью. Встречи со скунсовой обезьяной происходили в юго-восточном американском штате Флориде. Во Флориде не водится никаких человекообразных обезьян. Да и любых приматов на всем континенте не сыскать. Болота Флориды кишат аллигаторами. Едва ли там могла бы выжить хоть какая-то большая прямоходящая обезьяна. Слишком уж биотоп неподходящий. Можно предположить, что те места облюбовал сбежавший из зоопарка или нарочно выпущенный орангутан, который стал стращать местное население. Но это маловероятно. Да и орангутаны куда меньше 180 см ростом. И не воняют так. И вот мы подобрались к нему. Или он к нам. Снежный человек. Одно существо и сотни имен. В Тибете – Йети. На Северном Кавказе – Алмасты. В Абхазии – Абнаую. У персидских народов – Гюлябени. В Карпатах – Чугайстер. В Северной Америке – Бигфут и Сасквач. В Австралии – Йове. Почти в каждом уголке земного шара. В каждой стране. У каждого народа будет свой аналог снежного человека. И даже там, где снега-то, собственно, и нет. Чаще всего встречи с ним происходили в труднодоступных горных областях или в густых дремучих лесах нашей планеты. Где бы ни встречали это существо, внешность его описывают примерно одинаково. Большой, порой выше двух метров гоминоид, покрытый густой темной шерстью. Люди находили следы огромных стоп на снегу и грунте, которые оказывались чаще всего подделками замороченных весельчаков. Обнаруживались и образцы волос, но не этого существа, что подтверждали ДНК-анализы. Якобы снежного человека даже снимали на видео. И тысячи, тысячи очевидцев вам расскажут такие истории, в которых люди дружили с целой семьей снежного человека и даже ловили живых особей и держали в клетках на потеху всему аулу, а то и обучали простой работе. Поговариваю даже, что среди людей ходят настоящие потомки снежного человека. Некоторые очевидцы уверяют, что снежный человек обладает сверхъестественными способностями на вроде гипноза и вселения ужаса. Было бы удивительно, если бы вдали от цивилизации, встретив огромное волосатое человекоподобное существо, вы бы не испытали ужаса. Отложите полные штаны кирпичей. Об этом криптиде известно с древних времен и упоминается в разных культурах, но до сих пор нет никаких научных доказательств существования такого крупного животного. В советское время при Российской Академии Наук было целое отделение, серьезно занимающиеся проблемами реликтовых гоминоидов. Потому что сведения об этом существе находили крайне убедительными и правдоподобными. В одном непальском храме даже хранится скальп Йети, который оказался подделкой. Хотя у этой подделки есть оригинальный подлинник, но его местоположение сокрыто. Даже если допустить, что снежного человека обнаружили и доказали его существование, то непонятно. Кому может быть выгодно сохранять в тайне то, что могло бы стать настоящей мировой сенсацией? Абсурд. Конспирологи, конечно же, тут же снова будут все обосновывать заговором ученых. Но не забывайте, что ученые тоже люди и не без амбиций. Они хотят славы и внимания. Тьфу, давайте разбираться. Да мы же втанемся прямо здесь. Ну да, можно сказать, что снежный человек обладает суперспособностью одним только видом так впечатлять людей, что до сих пор никто ни разу так и не удосужился четко запечатлять это существо на фотопленке или видео. В конце прошлого столетия мир таки увидел более-менее разборчивые кадры встречи с Бигфутом. Да и то, это все оказалось качественной постановой. Ну, качественной по тем временам. Ныне неизвестно никаких человекообразных обезьян ростом до двух метров и выше. Но это не значит, что таких никогда не водилось. Гигант Апитек. Род вымерших человекообразных обезьян. Приматы обитали в Юго-Восточной Азии с Меоцена по Плистацен. Вымерли еще до исторических времен, примерно 100 тысяч лет назад. Увы, сложно реконструировать полный облик этих гигантских приматов, потому что все, что досталось в руки ученым из окаменелостей, это нижняя челюсть внушительных размеров и зубы почти в два раза больше горильих, которые нашли на китайских рынках народной медицины, между прочим. Изотопный анализ остатков показал родство гиганта Питека с современными орынгутанами и то, что питались гиганты Питеки грубой растительностью. Я склонен думать, что при таких габаритах обезьяна, скорее всего, передвигалась преимущественно на четвереньках и вела образ жизни, схожий с горильям или, вернее, с образом жизни панды. Честно говоря, при этих данных я нахожу мало сходства с описаниями снежного человека. Да и сложно представить, что даже единичные особи таких животных могли дожить до наших дней, пережив все катаклизмы. Можно предположить, что мифический снежный человек представляет из себя альтернативную ветвь развития гоминидов, пошедшей по пути прокачки дикости и выживания в труднодоступных уголках Земли. Но я не уверен, что у него бы остались хоть какие-то шансы выжить или остаться незамеченным при таких темпах вмешательства человека в дикую природу. Последний представитель и, на удивление, единственный не-криптид из всего списка криптидов. Это тоже примат, вполне реальный, но малоизученный. Обезьяна Билли. Это наш собрат по отряду. Представляет, скорее всего, редкую и малоизученную популяцию обыкновенных шимпанзе. Ростом эти обезьяны достигают высоты 180 см и передвигаются преимущественно на двух ногах. Говорят, они проявляли пристальное любопытство при первой встрече с человеком без каких-либо признаков агрессии. В качестве доказательства существования этих редких и удивительных приматов выступают вполне себе убедительные фотоснимки, как и убитых охотниками животных, так и вполне себе живых. Обезьян Билли принимали и за новый вид приматов, и за гибриды шимпанзе и горилл. Главным препятствием в изучении этих приматов является труднодоступность их мест обитания. Но все же можно исправить. Было бы у зоологов финансирование. Ну, вы понимаете, все ссылочки на реквизиты в описании. Как только мы сразу отправимся в Центральную Африку. Итак, все данные о криптидах представляют из себя голословные байки, свидетельства сумасшедших, желающих привлечь к себе внимание общественности, смазанные старые фотоснимки прошлого столетия, видео крайне ужасного качества, и все это во время развития и процветания СМИ и технического прогресса. В 21 веке при наличии спутников, дронов, камер слежения, возможности расшифровывать ДНК, когда практически каждый клочок суши досконально исследован, нет ни одного убедительного свидетельства существования всех перечисленных нами криптид, а мифы о них продолжают жить до сих пор. Однако, ежегодно открываются десятки новых видов животных, среди которых, кстати, довольно крупные. Обнаруживаются также и те, кого уже давно считали вымершим. Последний австралийский сумчатый волк телоцин – яркий пример того, как реальное животное может стать криптидом. Нет, эта животина по-прежнему считается вымершей. Существование телоцинов закончилось в самом начале 20 века, но стали поступать сведения из довольно авторитетных источников, что люди до сих пор встречаются с этими животными. Тут можно допустить, что единичные особи все-таки сохранились где-то в глуши. Для их поиска даже организуют экспедиции. При современном уровне развития цивилизации мы по-прежнему еще очень мало знаем об окружающем мире. В составе выхухолевого клуба я ездил в экспедиции по поиску и отлову русской выхухоли. Не увидел и, соответственно, не поймал ни одной. Мои коллеги по клубу уже более шести лет ездят в ежегодной экспедиции по поиску уцелевших выхухолей и находят лишь норы. Шутя, они говорят, что начали заниматься криптозоологией. В общем, к чему я это все? Даже если выхухоли суждено стать мифом, уж я-то точно буду знать, что у этого мифа есть реальная основа. Да, мифы не с пустого места берутся. Помните об этом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok